Бежал из Ливии в Алжир. Россия предложила ООН альтернативный проект резолюции по Сирии. Президент Барак Обама посоветовал американцам не игнорировать призыв к эвакуации за угрозой на выдвигающуюся на Америку мощного урагана. С завтрашнего дня улучшатся погодные условия на территории нашей республики. Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв с безымянных высот Физулинского района, расположенные напротив позиции азербайджанских войск. По сообщению пресс-службы Минобороны, обстрел был подавлен. Потерь нет. Внимание всего мира сейчас приковано к военным действиям в Ливии. Появили сообщения о том, что Маамар Каддафи, возможно, бежал из Ливии в Алжир. Бойцы оппозиции получили данные о том, что конвой из шести бронированных автомобилей «Мерседес» пересек алжирско-ливийскую границу. Не исключено, что в одной из машин находился сам Каддафи. Тем временем мировое сообщество призывает воюющих в Ливии воздержаться от расправ. Генсекретарь ООН провел в штаб-квартире ООН видеоконференцию с участием глав Африканского союза, Лиги арабских государств, организации «Исламской конференции» и Евросоюза, призвав их не стоять в стороне и помочь организации развернуть деятельность на ливийской территории. Агентство «Рейтер» сообщает о колонии шести бронированных автомобилей, которая въехала на территорию Туниса из Ливии. В оппозиции не исключают, что в машинах руководители Джаммахирии, в том числе сам Каддафи и его сыновья. Между тем, повстанцы захватили основной КПП на границе с Тунисом, а также, как сообщается, город Гадамес на северо-западе, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители, впрочем, говорят, что город под властью сторонников Каддафи. По-прежнему не утихает стрельба и в Триполи. Рядом с гостиницей с иностранными журналистами завязался бой по соображению безопасности. Переходный национальный совет, объединяющий противников Каддафи, вопреки обещаниям, так и не переехал из Бенгази в ливийскую столицу. Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштен накануне призвала все стороны конфликта в Ливии воздержаться от применения репрессий. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы помочь ООН в срочном порядке развернуть гуманитарную деятельность на территории Ливии. Как считает генеральный секретарь Пан Гимун, это позволит эффективнее оказывать поддержку народу страны при одолении последствий вооруженного конфликта. В это же время передачи власти мы должны разработать эффективный, хорошо скоординированный план действий международного сообщества, заявил Пан Гимун. По его словам, промедление на данном этапе может дорого обойтись. Люди продолжают гибнуть. Разрушение жилых районов приобрели трагические масштабы. Пан Гимун сообщил, что его помощники находятся на постоянной связи с представителями Национального переходного совета Ливии, чтобы подготовить всю необходимую помощь. Россия предлагает ООН альтернативный проект резолюции по Сирии, призывая правительство Башар-Асады как можно скорее перейти к реформам. О документе, подготовленном российской стороной, применение санкций не предусматривается. Противовес курсу Запада на санкционные меры в отношении Дамаска, Россия начинает собственную дипломатическую инициативу, призванную прекратить насилие в Сирии. Как заявил журналистом постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин, очень важный эмиссар Москвы посетит Дамаск 29 августа. Речь может идти о заместителе министра иностранных дел Российской Федерации Михаиле Богданове. Накануне он обсудил ситуацию в Сирии с новым послом этой арабской страны в Москве рядом с Хаддамом. В ходе беседы затрагивались вопросы российско-сирийских двусторонних отношений, ситуации в Сирии и вокруг нее, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня, сообщается в российском дипведомстве. Несколько часов назад Россия внесла на рассмотрение ООН проект резолюции по Сирии, который призывает правительство страны ускорить проведение обещанных реформ, чтобы удовлетворить законные ожидания и рассеять опасения сирийского народа. Предложение Москвы носит несанкционный характер и основывается на заявлении, принятом Советом безопасности ООН 3 августа. В нем содержится призыв к немедленному прекращению всех насильственных действий. Однако, в отличие от этого документа, российский проект резолюции не осуждает действия Дамаска. Одновременно США и другие западные страны официально внесли на рассмотрение Совбеза свой проект резолюции, предусматривающий введение санкций против президента Башара Асада и других высокопоставленных чиновников, которые, по мнению Запада, лично ответственны за гибель мирных жителей. Кроме того, западные предложения предусматривают введение эмбарго на поставку сирии вооружений. Этот проект резолюции встретил сопротивление со стороны Москвы и Пекина, представители которых в ООН отказались присутствовать на его обсуждении. В Алжире произошел крупный теракт. Заминированная машина, которой управлял смертник, взлетела на воздух у входа в казармы военной академии. По словам очевидцев, кроме автомобиля у здания подорвался еще один террорист. И разница во времени между атаками составила всего несколько секунд. Точной информации о числе погибших нет. Согласно одним данным, теракт у нее жизни 18 человек, другим – около 40. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Но наблюдатели полагают, что за терактом стоит Аль-Каидом. Китай выражает решительный протест в связи с докладом Пентагона, в котором содержатся данные о китайской военной мощи. В США опубликовали так называемый доклад о военном развитии и безопасности КНР за 2011 год, в котором проигнорированы реальные факты и упрекают Пекин в Организации национальной обороны и строительстве армии. Об этом заявила китайская сторона. Кроме того, в документе создан образ военной угрозы страны Тайваню, что ставит под сомнение политику, проводимую Китаем в сфере сетевой безопасности, отмечается заявление представителя Минобороны КНР. Китай в связи с этим выступает с решительным протестом, заявил представитель военного ведомства КНР Ян Юдзюнь. Американская сторона уже получила соответствующее представление. По словам представителя китайского ведомства, такие публикации наносят урон военной мощи страны и негативно отражаются на отношениях Китая и США в военной сфере. Поэтому власти КНР потребовали прекратить разработку таких докладов. Тот факт, что армянская сторона избегает участия в работе подкомитета парламентской ассамблеи Совета Европы по Нагорному Карабаху, доказывает тот факт, что официальный Ереван опасается весомых аргументов Азербайджана, тем самым проявляя свою неконструктивную позицию. Об этом первому каналу заявил председатель азербайджанской делегации структуры Самецидов. Несмотря на то, что в ходе очередной осени сессии ПАСЭ обсуждение вопросов, непосредственно связанных с Азербайджаном, не запланировано, члены азербайджанской делегации готовятся к сессии очень серьезно. Как сообщил руководитель делегации Азербайджанов ПАСЭ Самецидов, членами делегации подготовлено несколько документов, которые будут розданы депутатам во время различных заседаний. Руководитель делегации также сообщил, что подкомитет парламентской ассамблеи по Нагорному Карабаху продолжит свою деятельность. По его словам, продолжение деятельности данного подкомитета, независимо от участия страны-оккупанта в его работе, является эффективным механизмом для донесения Азербайджанам до сведения европейских стран своей справедливой позиции. Завтра на территории нашей республики в регионах Азербайджана будет наблюдаться переменная облачность без осадков, будет также наблюдаться некоторое улучшение погодных условий и преобладать мягкий северный ветер. Число жертв трагедии в результате крушения парома близ Индонезийского острова Сулавеси достигло 10 человек среди погибших 9-месячных ребенок. Несколько человек числят за пропавшими без вести. Всего удалось спасти 93 человека, включая 61 взрослого, 13 детей и 19 членов экипажа. В списке пассажиров числился 91 человек. Однако реальное число людей на пароме намного превышало эту цифру. Паромное сообщение является основным видом транспорта между многочисленными островами Индонезийского архипелага. Однако условия безопасности на паромных переправах находятся на крайне низком уровне, что регулярно приводит к трагедии. По меньшей мере, 2,5 миллиона жителей восточного побережья США будут эвакуированы в связи с приближением урагана Айрин. Он ударит по Соединенным Штатам уже в ближайшие часы. Президент США Барак Обама посоветовал американцам не игнорировать призыв к эвакуации и сказал, что этот ураган может стать историческим. Миллионы людей эвакуируют с востока США из-за урагана Айрин. По стране отменяют авиарейсы. В ближайшее время многие авиакомпании полностью прекратят свою работу. Для борьбы с последствиями стихии привлечены более 100 тысяч солдат Национальной гвардии. Минобороны США также подготовила грузовики с пищей, водой, оборудованием и генераторами. В зоне шторма могут оказаться до 56 миллионов американцев. Чрезвычайное положение объявлено уже в семи штатах. На всем восточном побережье США готовятся к удару урагана Айрин. По прогнозам, шторм пройдется сразу по нескольким крупным городам США. В опасной зоне могут оказаться до 65 миллионов американцев. А значит и последствия будут очень серьезные. Боевую готовность приведены более 100 тысяч солдат Национальной гвардии. Минобороны США подготовила грузовики с пищей, водой, оборудованием и генераторами. Сейчас скорость ветра в центре Айрин достигает 160 километров в час. Но по прогнозам специалистов в любой момент ураган может набрать силу. В Нью-Йорке прекращают работу общественный транспорт, включая метро. В аэропортах отменяют рейсы. Многие авиакомпании полностью прекратили полеты в регионе. Президент США Барак Обама, чтобы не допустить ошибки предыдущего президента и большого количества жертв, прервал свой отпуск, чтобы проконтролировать ситуацию. О том, как далее развивались события, вам расскажет мой коллега Орхан Джабарлы в 17 часов. И приятных вам выходных!